ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было просто аппетитно. Приезжайте, пока никого нет. Жертва сцел. Коска поймала случайно. Так, ну вот мы. Не считая всяких перипетий вчерашних, вечерних, по потере палатки, доставке палатки из Новонежины. Мы оказались на пирсе поселка Гюнай под названием Темп. Сейчас мы отправимся на пароме, на остров. Велосипеды готовы. Мы запакованы. Миша отдыхает после вчерашнего. Укатался. Да. Путятин в тумане. Путятин нас ждет. Ну, по крайней мере, пока. Посмотрим, что будет дальше. Затянуто все. Включаем. Ладно. Увидимся на острове. Может, пыринг закинем, попробуем, что-то поймать. Удачно. Я нашел там хорошую лавочку посидеть. Лавочку? Круто. Сколько времени, интересно? А вон на вагомагазин. А, там тоже магазин? Да. Ну, круто. Ну, давай туда. Что-то получается в центр. Позавтракали. Пора ехать. Так лениво. Карту не смотрим. Название не знаем. Знаем, что бухта петуха, слон. А что где? Что за бухта? Надо спросить. Пляж для отдыха с детьми. Там стоят в основном палатки с детьми. С маленьким семейным пляжем. Название никто не знает. Говорят, что это третий пляж какой-то. И все. Кабульки. Да, а вы можете лодка стоить? Какая-то ферма. А, у вас тут где-то миди держат. О! Может, противотанковые. О, бусишь, а там право. Тин-тин-тин. Чистенько на пляже, да? Убирают. Следят, по крайней мере. Что, поедешь? Какая-то база. Это все недавно. В девятом году не было бы у вас здесь. По-моему, мы как бы берегов проезжали. Стояли просто палатки. Только что вон там пробежали кабанчики. Парочка. И это точно были кабаны. Офига себе, на острове кабаны. Столько местных. Ни у одного нет ружья, что ли, побегать, поохотиться. Грибочки. А, хорошие какие. А где-то можно с ними делать? Может, пожарим там на бережку? Ну, получается, практика на острове, вон там. Хорошо, да? В случае чего, вон там на уступе. Здесь, видимо, открытое море. Вот, все. Тут шар, что-то конкретно. Ну, лол, наприкинь. Та-4. Шара. Там, наверное, глубоко. А вот там вообще нельзя останавливаться. Ну, я так предполагаю, что он, скорее всего, под нами. Каменный слон. Ну, а какая тут высота-то, а? Смотри-ка. Аккуратненько. Ну, ты видела. Ну, мы не полезем. Тут вообще, блин, опасно стоять, да? Блин, сколько водов, что-то посмотреть, не знаю. Смотри-ка. Смотри, 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 ё-моё. Смотри. Что ты меня пугаешь? Муравьи что-то не видел. Охренение. Жопой на муравейник зайдешь. Я думаю, что такое, бежит по мне. Муравьи надо сижать, бежит. А-а-а, муравьиный домик разломали. Я наступил в муравьев. Они быстро новые построят. Пойду-ка я дров попилю. Надо сесть на сок, да попилить. Ножовку забыли. Ну, красиво. Слон получается. Вон там, где покланы сидят, вон там, слон где-то. В тех краях. Я помню, такие цветы снял именно на Путятине. У меня фотография до сих пор в памяти. Чего это за цветы? Может быть, не дай мне как-то поймать. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Чего, какие-то цветы? Смотри. Я думаю, что вы такие вот, не напутые. Похож на клевер, но не клевер. Но цветы. Семейство бобовых? Да. Стучок есть маленький. Семейство бобовых. Я думаю, что это такое. Ух. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас там никого нет. Пласточки улетели. Так, а что-то мы с тобой велосипед бросили на дорогу. Мы думаем, что здесь опять завалённая тасса. Мы думаем, что там такой же или нет? Да, пойдём. Что-то аналогично. Эй! Да? Ну, зеркальная конструкция. Для оружия и противогазов. Такой вот мой шкафчик. Лишня. Вот это аналогично. Имущество. По. По. Зу. И. Зверх. А вот как это выглядит сверху. Ну, тут по-любому стояли пушки. Какие-то орудия. Не иначе. Здесь бойницы. Можно было солдата схватить за винтовку. Вот так. Интересно. Что скажешь? Скажу, что тоже очень интересно. Занимательно главное. Неожиданно. Мне кажется, что дальше ещё что-то есть. Так что пройдём. Пройдёмте. Тут можно петушиные бои устраивать. В окошках сидят люди и делают ставки. Можно заделать окошки и сделать большой бассейн. Это будет дорого. Называются цветы-то как каменные розы. Каменный цветок. Есть такие цветы, да? Очень надеюсь. Красивые. Они такие плотненькие. Что-то из тропиков к вам тут пришло. Завесло ветром. Семена. Осеменил кто-то тут путятин. Ха-ха-ха. По окончании не вижу. Дорога движется туда. Кстати, вон. Там, куда видишь. Вон он. Сейчас я это поднаправлю. Там как-будто что-то есть. Какая-то арочка. А вот. Я вижу. Смотри. Лучше вон туда посмотри. На море. Какие скалы. О! Я не заметил. Вот это вещь. Классно смотрится в тумане. Что, поедем тут вниз? Да, мы не будем. Пошли. Ловушка? Или животных? Или кабанов? Или кабанов? Пошли. Пошли. Каючая. Что? О esas. Пошли. Он даже подышается. Ч repsbil. Я сейчас вырежу эту тучу металла. Бойница Гоголая. Бойница? Да. Там уже есть. Он в рюкзак снимает. Аст. Скручек. Да. А что это? Да кто-то тут спилал, наверное. Устанавливай. Пожару. Они еще не прожили до конца. Бойница установлен. То есть ты был как бы вот такой юм. А, да? Да. Ну что, палка сохранилась? Остров Аскольд виднеется вдалеке. Продолжение следует... Продолжение следует. велосипеды в кустах, идем пешком окрюнистая часть маршрута жертва селфи ждем эпических видов эпично, да, скалы скалы эпичные эпические мне кажется, муха именно вот тут находится вот оно цвет, который ты любишь вот эти светлые образования и есть марма да? да да, наверное классные породы, да? было бы интересно, там полазить нет, ну тут есть, тут у нас какой-то нафрагимов да там есть это время, время не, я думаю, спуск только будет там раморная да да и самое единственное, вот тропинка идет наверно туда да да слушай, купаться надо же, где-то 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 я просто боюсь мы опоздаем с этими тентами на это с этими тентами мы можем только да давай лучше поедем уже искупаемся по факту приезда там где-нибудь в этой сольке я понимаю, здесь так красиво и чисто, но ну блин, не знаю чисто ну, если бы узнали это место мы бы сразу сюда поехали а потом уже мне хотелось оставаться ночевать еще одну ночь не, но притесаться к местам можно но это не бывает место отдохнуть вообще шикарное и главное никого никого нет, но интересно интересные вкрапления разных разных пород очень разные ну, смотри камень сам по себе пористый, да? да, он на пемге и скорее всего это луконическая порода какая-то это вулканического происхождения это чистейший гранит ё-моё вот смотри, прям срез такой как кусок сыра такой срез такой срезок 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 похоже, знаешь так это на уголь обгоревший но это камень металл срезок это мрамор? может быть мрамор это мрамор из потрепанного моря это о, смотри гроз какой-то пещера смотри человечка из этого сделать из футбольного мяча нарисовать и общаться с ним смотри вот здесь как классно смотри ванна такая лягушатник для детей вообще идеальный смотри а тут это для приношения такой жертвенник какой-то на москаве издеваю не знаю москаве 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 вон тоже какие-то желтые камни это водоросы это водоросы не знаю там повыше омывается но чистенькие пойдем классно вообще и и Переодевалка. Вообще классно. Закупаться, зарядиться мрамором. Покупались. Хорошо. Покупались. Хорошо. Классно. Какой артефакт? Нет, это стекло. Да я знаю, как его гладкое мыло в море. Знаете каких-то много? Есть бухта Стекляшка. Это далеко от Павелостока. Там вся бухта. Безумно. Красиво, конечно. Просто. Просто бы весь день бы тут провести. Было бы шикарно. Нет, хорошо, что спустились. Просто потом будем жарить. Потом бы жарить. Мы удалили, что не спустились. Да. Ну что, Андрей? Я доволен. Конечная точка острова... Острова Путиятина. Острова Путиятина. Мы ее взяли. Против света ты будешь просто такой силуэт, знаешь, такой чик-чик-чик. Низ есть? Давай напуни хоть этого. О, так-то лучше. Вот она. Мраморная плита. Сюда бы Микеланджело с молотком и зубилом. Тут такого бы наворотил бы. Можно хотя бы менять сделать. В мраморе. Вековече. Не, ну вот этот свет, конечно, вообще поражает. Сверху красиво очень. Небесный такой, длинноватый. Нам собираться 3 часа до парома. Время идет. А дорогу мы не знаем. Сюда приехали, но уезжать хотим по другой дороге. Надо ее искать. Поехали. Нет, сначала поползли. Сейчас вот. Извините, ты ползаешь. Нет, нет. Слоица. О, вот эта ямка небольшая. Исказывается отрестная вода. А, отрестная? Да. Но она проточная? Она капающая. Тут холодно. Да. Нужно охлаждаться. Вообще нет. Водичка чистая. Водичка. 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 Водички. 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 Туда я ездил в мае. Счастливо и довольны. Возвращаемся на баром. Андрей, не грусти. Скажи пару слов своим одногарожанам. Приезжайте отдыхать в Владивосток, но не на пляже. На пляже. Да. Здесь много интересных мест, красивых. Куда надо? На авиации, на велосипеде, пешком. На машине. Потом опять пешком. Но только не на пляже. Никаких домиков, бухла и прочего. Это скучно. Шум моря. Шум прибора. Это интереснее. И полезнее для здоровья. Счастливо. 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 Потеряли палатку, правда? Походу. Пьесы. Думали, запретется ночевать в палатке. Но не судьба. Подвернулась. Вот такая вот версия. Немножко накрененная на бок, правда. Но тем не менее. Потому что было здорово. Было просто офигенно. Многие в Европу куда-то ездят. Куда-то там что-то еще. Турция, Таиланда. Здесь далеко ходить не надо. Главное активный отдых. Главное активный отдых, чтобы... Тогда все посмотришь. Вот все увидишь. Всего хапанешь. И приключений. И путешествий. И с интересными людьми познакомишься. Ну вот мы. Дома. Небольшой опыт каучсерфинга. В лице двух велосипедистов из Хабаровска. Подходит к концу. Отправная точка. Фабрика Заря. Едем сейчас на вокзал. Подвигаемся. Там где-то я стою. Все собрано. Готово. А парни едут в Ташкент. Айфон как обычно. Не облегаюсь. Своим ходом. Поймут еще что ты с Хабаровска приехал. Что мы приехали с Хабаровска. Меня уже спрашивали. Да. Своим ходом? Нет. Своим. Вообще обленились. А на поезде ездили. Каких-то 750 километров. А что там. Сюда. Обратно. Натанулся. Шлем. Это самое главное. Я тебе экипировка велосипедистка. Золотые слова. Взмем на дорогу. Лучше поехал. А мне необходимо включить. Все. Понял. Ну про включение. Стробоскоп. Да. Все. Стартуем. Здесь прямо не на мост. А мой! Барна! А мой! А мой! Пусть и куда? Наверное. С великом придется. Почему? Ну лучше не оставлять. Хорошо. Самое ценное. Нормальная лавиастовская погода. Туман, морось. Вот эти вот бала, там два дома вот эти. У них между ними такой проход. Как в Куала-Лумпуре. Ну это как мини-версия такая. Блин, дождь, конечно, вообще не в тем. Ночью красиво здесь. А подсветка? Ну подсветка вообще. Огни. Дома все подсвечиваются. Вот так вот всяко-разно. Финальная нотка. Вот это не восток. Посещением одного из самых примечательных его мест. С видом на прекрасный мост. И главное недалеко от вокзала. Очень удобно. Останется только скатиться вниз туда? Да, вниз. И будет жалко конечно выезжать. Столько всего тут интересного. Еще осталось нам. Еще в будущем мы это наверстаем. Не будем еще не раз. С велосипедами и без. И осмотрим все, что нам интересно. Заезд завершен. Программа Optimum выполнена. В следующий раз будет максимум. Так на месяц. Не, ну не хватает Миши. Миша поехал на вокзал. А мы здесь. Миши выручки тяжело даются. Ничего. Смотрите, что будет нормально все будет. Столько тебе отмечать на улице. На одной ни разу в жизни не видел. Мы на площади Семеновская. Это остановка. Центровая остановка Владивостока. Что это за красивое здание? История умолчивает. И там дальше миллион. Район миллион. Вот так вот под низом. Старинные здания и всякие. Орниależy Миша. Орница! Мы так любили. Мы так любили. Весь ветром продувается, я там спрятался до здания аэроэкспресса. Хитрый зал. И все. У меня подсидел был, напущен ниже, чем надо. Подсидел ниже, а колени согнуты. И от этого забивались быстрее. Я его поднял так. А у меня прикол, у меня одна нога вытягивается целиком, а другая в колени. Не до конца, поэтому я подтянул под ногу, которая в колени. Съебается. За билетами? Да. Ну что, а как поступать? Надо, чтобы ты подождал, пока мы возьмем багажные три танца. Да. Ну давайте. Давайте, чтобы уже сразу же на перрон идти. А там еще пока неизвестна платформа. А, да. Напишут в табло. В табло? Где-то зачастую. Дадут информацию в табло. Так, запаковались. Паулечки свои. Ну что, свечу прям. Говорит правду. Лучше согреи нас. Правду и только правду говорит. Перехожены все тапки, все дороги переезжены. Не все. Одна сотая пока. Тысячная. Еще ездить и ездить. Катайте-катайте. Теперь мы на финишной прямой. Возле славного вокзалчика. Настроение хорошее, но что-то прохладой провожает Владивосток. Встречал прохладой и провожает прохладой. Мы-то мечтали нежиться на горе, на пляже, на солнышке. Сгорать. Немножко новое чувство. Не скажу. Это туман. А, это туман несет? Да. Ну ладно, что, парни. Долго прощаться не будем. Давай, опять. Еще встретимся. Спасибо, Денис, тебе огромное. Спасибо вам за компанию. За отличную экскурсию тоже. Очень были рады приехать. Приезжайте еще, привозите позитив, хорошую погоду. Десять дней без дождя. Да, расстарались. Да. Давай. Все. Счастливо! Да, и там все. Десять дней без дождя. Десять дней без дождя. Продолжение следует...